В школах страны стартовал всероссийский урок Победы. Эта акция стала продолжением активной патриотической работы и подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая. В школах Славинского района также проходят классные часы и уроки, посвященные 70-летию со Дня Великой Победы. На одном из таких уроков побывала Тина Копачевская. Война в июне 41-го изменила обычный ход жизни огромной страны. Без участных к всеобщей беде тогда трудно было найти. Все как один встали на защиту Отечества. Воины-кубанцы внесли достойный вклад в победу над фашистской Германией. Через судьбу и сердце ветеранов прошла Великая Отечественная война. Ценой огромных жертв и лишений они отстояли свободу и независимость Родины и победили. Об этом сегодня в школах в преддверии Великой Даты 70-летия Победы рассказывают педагоги своим ученикам. Учитель истории школы номер 6 прибрежного сельского поселения Елена Бабченко считает, что урок Победы, проводимый в школах, хорошая возможность рассказать детям о подвигах героев во время войны, чтобы они знали, какой ценой далась победа Великой Отечественной войне. Проходит всероссийский урок, посвященный 70-летию Великой Победы. Цель этих уроков – воспитание патриотизма, любви, почитания, духовности, вообще к русскому народу, к тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы над нашей страной было мирное и голубое небо. После классного часа школьникам провели экскурсию в музее боевой славы. В нем представлены истории героев Великой Отечественной войны, карты городов-героев, элементы быта военного времени и боевое оружие. Экскурсию провела ученица 11 класса Оксана Кашевая. Четыре года назад ей предложили стать экскурсоводом школьного музея. Не задумываясь, она согласилась. Мне это очень сильно нравится, потому что рассказывать детям про войну – это действительно интересно. Люди должны знать свою историю, особенно дети. Они должны учиться на ошибках тех людей, которые начали войну, и учиться подвигам тех, которые закончили войну, можно сказать. Я сразу заявила желание, потому что для меня близка тема войны. Мне это действительно интересно. Читала книги многие про войну, и не только, как она проходила в нашем городе, в нашей странице. Сергей Демченко – ученик 6 класса. Говорит, что много читал о войне. Но каждый раз, слушая рассказы о подвигах бойцов Великой Отечественной, он открывает для себя новые страницы истории. «Победа – это очень важное событие для нас всех, потому что благодаря нашим прадедам мы живы, и об этом нужно говорить и говорить. И вот мы празднуем 70 лет. Мы будем праздновать и 100, и 150, и 300, и будем помнить о подвигах наших прадедов». 9 мая – день легендарной победы и день памяти погибших бойцов. Этот великий праздник отмечают не только ветераны войны, но и их дети, внуки и правнуки. Ни одно поколение ещё будет праздновать этот день, отдавая должные почести своим предкам. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров. Корректор субтитров.